И теперь эта женщина сделала мероприятие для мам погибших и для женщин бизнесвумен. И вы сидите, говорите, что вы делаете на этом мероприятии, что мы делаем? Серьезно, да? Таких постов у меня много, я сегодня специально сделаю скриншоты и брошу, специально. Но правда заключается в том, что все, что ты делаешь для карабахцев, это ноль. Они этого не ценят. Сегодня они опозорились из-за того, что они не сумели свергнуть Пашиняна, и они решили что-то там найти, задеть эту женщину. Эта женщина никакого отношения не имеет ни к Пашиняну, ни к политике, ни к Ане Акупианда. Она уважает ее, они любят ее, они ее пригласили. Но это не политика, это вообще другое. Мамы погибших, раненые. Это совсем другая тема. И я вот очень надеюсь, что все-таки я сделаю обязательно пост, чтобы вы все это видели. Вот я очень все-таки надеюсь, что карабахцы, которые оскорбляли коренной шахпазян, извиняться перед ней, да, потому что эта женщина всю жизнь помогала карабахцам. Вот сколько я знаю, она все время помогала карабахцам. И мне было глубоко обидно, что вот такие вещи читать, оскорбления непонятные. Ребят, а вы сами кому помогли? Даже я вот сейчас оставлю покоя ваших жадных и мерзких бизнесменов. Вы сами хотя бы одному садику 10 игрушек подарили? Ведь нет? А почему вы хаете эту женщину? Я не понимаю. Она, кстати, не делала сборы, она никогда не говорила, соберите мне столько-то денег. Она звонила этому другу, своему этому другу, в Венгрию, не знаю, в Москву, тому. Ты можешь там, давай. Она свои деньги вкладывала, свои огромные у нее расходы, доходы. Она как-то их находила, эти деньги отдавала. И как она может полторы... Вот представьте, потоп был в Лории, через полторы суток ее мероприятия. В холодильнике уже стоит торт. Все оплачено. Вы что, думаете, что Аркадий Думикян возвратил по деньги Карине Шахбазяну? Нет. И не потому, что он не должен их возвращать, потому что у него занят день. Причем тут вообще Думикян? Вот там я читаю, оскорбляют Думикяна. Аркадий Думикян далек от политики так же, как планета Земля от Марса. Думикян трудяга, трудолюбивый певец, который вообще никакого отношения к этим мероприятиям политической раскраски не имеет. Но все они получили зарплату, потому что они развлекали мам погибших, и они развлекали женщин из регионов, простых, бедных женщин, которые один день пришли показать свою продукцию. Все. И это было дневное мероприятие. Оно днем было, знаете, как, ну как сказать, как утренник в детском саду. Это не было там вечером. Это было дневное мероприятие, которое началось в два часа дня. Что я хочу отметить. Когда был поток лори, мы сразу же, я написал, что я через два дня еду в лори. Я же это написал. Написал. Но на следующий день было мероприятие, надо было посетить мероприятие нашей дорогой Кариной Шахбазян. Я пошел на это мероприятие с большим удовольствием. Я на этот день ничего не ставил, никаких планов. И я поехал для того, чтобы показать наших женщин, какой чай они готовят, что они готовят, как они готовят. Вот и все. Вот и все. И вот этот репортаж я же сегодня бросил. Почему? Чтобы вы как раз и смотрели. Я его для этого и бросил. Для этого я и бросил. Все. То есть эти люди многие месяцы ждали мероприятия, чтобы показать свой чай, свои носки, свои кружки, все, что они делают своими руками в разных регионах Армении. Какое это отношение имеет к Пашиняну, скажите? Или к КП? Да никакого не имеет отношения. И последнее скажу, двигаемся к другую тему. Еще раз напомню, что блогеры там были потому, что блогерам помогают Усик Маркосян, нам помогает Лилит прекрасная из США, нам больше всех помогает Карине Шахбазян, больше всех, но никого нету, кто больше нее помогает. Так она у нас и спрашивает, ребят, а кому там нужна помощь? У кого нету ног, у кого нету рук? Какой детский сад, вы считаете, заслуживает игрушек? Они же у блогеров и спрашивают. Мы что, не благодарные твари, что ли? А я еще раз напоминаю, мне ни один карабахский бизнесмен кусок хлеба не дал, не сказал, Ром, кому надо помочь? А эта женщина вообще из Джавахка, вообще она к Карабаху никакого отношения не имеет, если уж честно говорить. Так что на этом эту тему закрываем, двигаемся дальше. Следующая тема, я просто на несколько вопросов постараюсь ответить, а остальные уже в следующий раз. Вы знаете, что Анна Акопиан – это большая сила, да? И они не просто так бьют про Анну Акопиан. А что, когда Анна Акопиан была в Цицернакаберте, они там не устроили провокацию? Устроили им, какая разница? Они любой повод найдут, они много любят врать, им все равно. Так что не было бы этого мероприятия, они бы нашли бы другой повод. Давайте честно говорить. Также хотел бы поговорить, честно говоря, душно. Вы заметили, сегодня очень-очень жарко, и я, честно говоря, прямо мне душно. Я хочу особо подчеркнуть, что мы в течение полутора месяца будем поддерживать Лорийскую область, снимать много репортажей, уже сняли много, еще дальше будем снимать. И показывать Банадзор, Степанован, Сёла, Церкви. И вот до где-то 10 июля я много буду показывать Лорийскую область. У меня сейчас есть запас по Сюнику, и я буду много-много показывать Лорийскую область. Очень-очень жарко, друзья, поэтому я, наверное, закончу эфир, просто мне очень душно. Обязательно потом сделаем эфир и ответим на все вопросы. Может быть, я утром сделаю эфир, утром, завтра, и отвечу на все вопросы. Потому что сейчас очень душно, завтра в 7 утра я проснусь и сделаю утренний эфир, а вы уже потом в течение дня посмотрите. Хорошо? Вот. Всех люблю, всех уважаю, всех ценю. И все, кто радуется нашим радостям, они часть моего сердца. И запомните одну вещь. Мы должны сделать так, чтобы качество жизни нас, окружающих людей, только повышалось. Мы должны сделать так, чтобы все мужчины и женщины радовались, улыбались. Мы должны сделать так, чтобы все мужчины и женщины